МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Двилеси продолжает использовать термин оккупированная территория. Итоги 61-го раунда женевских дискуссий. Источники по истории Абхазии. Характеристика и оценка. Первый круглый стол провел Совет молодых ученых при президенте республики. Живая история отечественной войны народа Абхазии. 20-й фильм из цикла военного корреспондента Тали Джапуа Айбышра Амшинца. Работа на 61-м раунде женевских дискуссий велась в двух группах по безопасности и гуманитарным вопросам, сообщает МИД Абхазии. Первая обсуждала ситуацию в приграничных районах. Абхазия, Южная Осетия и Россия в очередной раз подчеркнули необходимость подписания Грузии соглашения о неприменении силы и возобновления механизма предотвращения и реагирования на инциденты в Галле. В свою очередь, грузинская сторона акцентировала внимание на случаях незаконного пересечения госграницы, а также на гражданах Грузии, арестованных в Абхазии по решению суда. Тбилиси продолжал использовать термин «оккупированная территория» и настаивал на том, что обязательство по неприменению силы должна взять на себя Москва. Второй темой переговоров были вопросы свободы передвижения жителей Абхазии и Южной Осетии, доступа к образованию и здравоохранению. Сухум предложил создать международную рабочую группу для решения проблемы поездок в другие страны по абхазским паспортам. 61-й раунд женевских дискуссий проходил 25-26 июня. Следующий состоится в декабре. Проект российско-абхазского межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики обсудили в парламентском комитете по международным межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Соглашение будет регулировать вопросы реализации российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии и определять права и обязательства сторон. Соглашение направлено на содействие реализации инвестиционных проектов в дальнейшее развитие экономики и улучшение благосостояния граждан, сообщается на сайте парламента. Работа над проектом будет продолжена. Вопрос организации мероприятий к ввозу в Абхазию горных Зубров из Российской Федерации обсудили на встречу премьер-министра Александра Анкваба. Во встрече участвовали председатель парламентского комитета по экономической политике, реформам, информационным технологиям Резус-Онтария, председатель государственного комитета по экологии Савелий Чатанава, директор института экологии Роман Дбар, директор Псхугумистинского заповедника Виану Равиц, планачальник эпизотического отдела государственной ветеринарной службы Олег Теремков. Идея реинтродукции Зубров в Абхазии возникла несколько лет назад у Резус-Онтария. Подписан меморандум о сотрудничестве между Конституционным судом Республики Абхазия и Конституционным судом Российской Федерации. Документ в Конституционном суде Санкт-Петербурга подписали Диана Пеллия и Валерий Зорькин. Стороны в соответствии с настоящим меморандумом и национальным законодательством своих государств будут осуществлять сотрудничество в правовой сфере путем обмена опытом, нормативно-правовой информации и судебными актами, касающимися деятельности органов конституционного контроля. Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционным судом Республики Абхазия и КС Российской Федерации. Мы ожидаем, что подписание меморандума станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля, отметила председатель КС Республики Диана Пеллия. Первый круглый стол провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии. Тема круглого стола – источники по истории Абхазии, характеристика и оценка. С благим начинанием участников круглого стола поздравили руководителя администрации президента Абессалом Кварчи, президент Академии наук Зураб Джапуа и декан исторического факультета АГУ Алик Габелия. Подробнее Надежда Боровикова. Первое научное мероприятие, организованное Советом молодых ученых при президенте Абхазии, состоялось в новом информационном центре президента Республики. Тематика первого круглого стола, а именно источники по истории Абхазии, выбрана в рамках заданного главой государства направления. Совет молодых ученых при президенте Республики Абхазия был основан по указу президента 29 марта 2024 года. В данный совет вошли 35 молодых ученых, представителей разных научных направлений. Для оптимизации работы данного совета было решено обозначить приоритетные научные направления. Это 9 научных направлений, которые мы обозначили в рамках работы совета. И далее на первом же заседании президентом были обозначены научные направления, приоритетные в 2024 году. Это вопросы переписывания истории, искажения истории. Это вопросы проблемы экологии и проблемы нашего родного абхазского языка. И данное первое научное мероприятие посвящено как раз обозначенному президенту приоритетному направлению. Почетными гостями круглого стола стали руководитель администрации президента Абхазии Абессалум Кварча, президент Академии наук Зураб Джапуа и декан исторического факультета АГУ Алек Габелия. Приятное событие в нашем государстве, когда по инициативе самых молодых, по инициативе снизу, а не навязывание сверху, был создан Совет молодых ученых при президенте. Ну, я вам честно скажу, после первого заседания президент и все присутствующие были впечатлены уровнем знаний наших ребят, их глубиной мышления, образованностью и как бы это открытие, это потенциал, это научный потенциал. Без науки вообще ни в одном государстве нет развития. Это, конечно, снизу инициатива, но поддержка такого уровня это очень важно. Важность, я надеюсь, я думаю, что так и есть, наше руководство понимает важность исторической науки. Все наши беды, к сожалению, происходили из-за того, что историческая наука в советское время, знаете, грузинское историческое наука, абхазское историческое наука, противостание историков. Из этого потом уже и противостояние перешло в горячую фазу, как говорят. Дарит хара раду ход бри апсна хада, и че басит ше ахилы капсара. Царова чарат ше ербар, вот шефа с икалу, яхя вацу, вацу аштех нас яхади стимул дачек ход яхада чекала в горячую фазу. Восемь докладов представили молодые ученые Абхазии в рамках круглого стола. Научный сотрудник отдела истории Абиги Фарид Кубахия рассказал о религиозно-мифологических текстах в системе сравнительного изучения культуры и традиций абхазов. В исследовании, в сравнительном анализе древних культур, потому что задача здесь стоит сравнительный анализ и религиозно-мифологические тексты, нужно, я думаю, что со мной согласятся создать, вот буквально два года тому назад в Армении вышел пятитомник, они собрали религиозные тексты, религиозно-мифологические тексты, создали пятитомник. Там, значит, тексты проклятия, тексты моления и многие-многие другие тексты. Значит, мы тоже чрезвычайно богаты, вы знаете, у нас очень много древних ритуалов. Например, создать группу текстов, такие как тексты молитвенные, тексты, которые относятся, например, то есть систематизировать. Систематизировать в дальнейшем это позволит изучать и сравнивать с другими культурами, потому что новые тексты, которые сегодня обнаруживаются, допустим, в древневосточных культурах, я это знаю на примере отдела истории культуры Древнего Востока, потому что там в дополнение работ Лаислава Чардзенба новые тексты Нонтаряск-Хантахшума. Вот новый блок текста, по-моему, 38 новых табличек, которые дешифрованы. Младший научный сотрудник отдела археологии Абиги Дмитрий Авицба выступил с докладом «Предметы воинского быта как исторический источник определения форм военной организации древних абхазов». В могильнике V-VII веков на территории Абсилии было обнаружено около 100 воинских захоронений, в которых присутствовало более 500 единиц вооружения. Это достаточно высокая цифра, то есть это говорило об определенном имущественном цензии, потому что оружие само по себе было очень дорогостоящим. Значит, около десятка подобных комплексов также было обнаружено в Абазге и Саниге исторически. Основа Абсилийского войска, судя исходя из найденных предметов вооружения, составляла пехота. Из 119 воинских комплексов лишь в четырех погребениях мы обнаружили детали уздечных наборов, то есть конница фактически не присутствовала. Здесь особо стоит отметить, что в древности, а именно в этот период, это раннее Средневековье, конница в данном регионе, в широком смысле в Европе, например, среди германцев, выступала не как боевая основа, а скорее как средство передвижения, то есть воин, который мог себе позволить лошадь, потому что это очень дорого, просто переезжал на ней на поле боя, спешивался и выступал в боевую фалангу копейщиков, либо в боевую дружину таких же знатных воинов, как и он. Начиная с сентября, когда научное сообщество вернется с каникул, Совет молодых ученых планирует проводить по два-три мероприятия в месяц в рамках девяти приоритетных направлений, определенных президентом Асланом Бжане. Среди них экология, история, сохранение родного языка и другие. Надежда Боровикова, Иннала Гуха, Сосракуа Гуха, Абаза-ТВ. В Ачимчирской школе-интернате открывается летний лагерь для детей со всех районов республики в возрасте от 8 до 11 лет. В лагерь могут попасть все желающие, в лагере бесплатное проживание, питание и большая насыщенная программа, сказал министр просвещения Иннал Габлия на пресс-конференции в информационном центре президента. Google объявил о значительном расширении функции Translate, добавив 110 новых языков, включая абхазский, аварский, чеченский и осетинский. В ближайшие дни эти новые языки станут доступны на Translate Google.com и в приложениях Google Translate, что станет крупнейшим расширением в истории сервиса. Ранее абхазский лингвист и исследователь Давид Досания, работающий с Яндекс, над проектом перевода, объявил, что Яндекс планирует добавить в свой переводческий сервис несколько северокавказских языков, в том числе абхазский. Живая история отечественной войны народа Абхазии. В нашем эфире продолжается цикл фильмов военного корреспондента Татали Джапуа, Айбышра Амшинца. Татали Джапуа, Айбышра Амшинца. пищера обшух цар базов на сиська за чай и рюрц адзай решует алексей муква а камере тумал души а хасаргис ед халт штат зубна алёшка тебе сколько воюешь с первого дня участвовал наступление был за рекой я слушаю тебя Ну, как это нужно? Ну, щас, Далее, я что-то сказал, то я все не знаю. Правильно? Это ты так считаешь. Я так считаю, не считаю. Сдавай от нас, Эмаранда. СССР пока все поможет. Граво? Ну, Далее, буржатские впечатления плохого там. Далее, старый знакомый. Я не знаю, что он в Кудоте. Он был нарушен артиллерист. Он был в Северном Мухбандре, и он был в Украине. Граво? Я гляд, ты не смеешь, я тебя не знаю! Я гляд, я знал, что да, что ты его делаешь на запрещании. Его жилом, Спасибо. Это говорит о Г�stonesхе. Когда мы идем на три дня, в квартире исчез. Как только за 1,500 сантиметров. Это не вероятно. Когда мы попадем на дружеτку, то, какой заставить, как мы встали игру и на другую. Не важно. Мы делаем их в визу, и мы делаем их в течение дня. Людям, которые мы делаем, если мы делаем их в течение дня. Но они делаем их в течение дня. Людям, как на юганси, Потом они такие, что не еще? На это эти эмоции тысячи? Бавероны? Я убираю новые. Я убираю ееake. Впадем я добавлю его. Мы уезжали. Никто, не убираю ееить. Никто не убираю ее. Она жили, что не убираю их. Они всегда любят, я не убираю ее. Всего в цикле «Айбушрамшинца» 22 фильма. Он рассказывает о военных событиях, начиная с марта 1993 года до начала июльской наступательной операции. Фильм 20-й смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Астамур Хагуш утвержден в должности начальника УВД по городу Сухум. По итогам тайного голосования 13 из 15 депутатов отдали свои голоса за его утверждение. Кроме того, решением Сухумского городского собрания мемориальные доски будут установлены на фасадах домов, где жили заслуженные тренеры Абхазии по баскетболу Владимир Хашба и Александр Седов. Подробности в репортаже Элеоноры Гелаян. Заседание депутатов Сухумского городского собрания началось с награждения почетными грамотами. Председатель собрания Дмитрий Осия и его заместитель Иракли Харчелава поблагодарили за многолетний труд, профессионализм, добросовестное отношение к своим обязанностям пятерых сотрудников столичной администрации. И в честь предстоящего дня города вручили грамоты десятки над работающим Ольге Кич, Льву Мале, Миране Ашуба, Мимозе Габни и Ирине Шакая. Следом перешли к повестке дня и начали с отчета начальника столичного УВД Стамура Хагуш. Значит, за 6 месяцев 2024 года зарегистрировано 76 преступлений, раскрыто 70, если говорить процентно, это 91,92,1%. Тяжких 34, раскрыто 29,85,2%. За аналогичный период 2023 года зарегистрировано 103 преступления, то есть был рост, сейчас пад. Раскрыто 97,94,2%. Тяжких 47,43 раскрыто, 91,5%. То есть на 27 преступлений меньше. За отчетный период сотрудниками УВД по городу Сухун доставлено 192 человека, из них за употребление наркотических средств 63. Осуждено 36 на 15 и на 30 суток. 27 человек оштрафованы. За 6 месяцев сотрудниками УГАИ и УВД по городу Сухун было выявлено 6566 нарушений правил дорожного движения. В нетрезвом состоянии 349. Ну и так далее. 51 за тонировку. За управление в нетрезвом состоянии водительских прав лишено 270 человек, оштрафовано 96. Службу судебных исполнителей направлено 143 материала по внесению 143 постановления. Городской суд направлено 118 материалов. Сотрудниками УГАИ доставлено и дактилоскопировано 118 человек. Ежедневно для обеспечения правопорядка с целью предупреждения пресечения преступления выезжает 5 экипажей ГАИ, 4 экипажа автопатрули, сотрудники уголовного розыска. Проводятся пешие патрулирования с охватом набережной от Маярского поворота, Красный мост, Айтар, Синоп, Келосур, Новый район. Следующим вопросом стояло утверждение. Стамура Хагуш в должности. Его кандидатуру представил мэр Бесланежба. Уважаемые коллеги, депутаты, с того времени, как обновленная администрация 2020 года приступила к исполняю своих обязательств, мы взаимодействуем. Я не помню ни одного факта неотзывчивости, моментальной реакции. Понятно, может быть, в главе там какой-то подход есть, но это было не только на моем примере. Даже, я не хочу сказать, рядовые работники администрации, когда обращаются по тем, они разные бывают ситуации. Конфликты на месте, с соседями, просто с прохожими. Но одно то сказать, что на протяжении всех туристических сезонов наших летних курортных, да, дай бог, это еще мы сейчас в преддверии только стоим, ни одного серьезного ЧП не произошло. Потому что и эта ситуация тоже берется на личный контроль исполняющим обязанного начальника управления внутренних дел. Поэтому с моей стороны и со стороны администрации поступил данный документ с просьбой утвердить должность начальника управления внутренних дел Хагуша Стамбур Константиновича, так как он профессионал большой, имеет опыт работы не только на территории Абхазии, но и в Российской Федерации, имеет достаточное образование. Иногда я, честно говоря, не стесняюсь этого, не спрашиваю совета по отдельным нормативным документам, как они должны работать в Абхазии, как улучшить работу. У нас есть наработки, и мы, наверное, скоро в ближайшем будущем, наверное, скоро попадем в парламент, где будем дополнительно еще просить наших депутатов парламента для того, чтобы ужесточить в некоторой степени меры ответственности тех лиц, которые нарушают правопорядок в городе. Но это будет считаться не только городом, но и по стране. Скорее всего, ужесточать надо. Тайным голосованием городские депутаты переизбрали действующего главу УВД, отметив его успехи на посту. Следом рассмотрели инициативу Национальной библиотеки о присвоении парку на прилегающей территории имени Дмитрия Гуля. Мы провели определенную работу. Прежде чем принять такое решение для себя, обратились к УВД с инициативой. Они нас поддержали. Спасибо за это. И мы обратились к министерству ГУД тоже. И, значит, они тоже нас поддержали. И после этого мы включили этот вопрос в тот перечень предложений от писательского сообщества. И вот я видел вот некоторые, да, фотографии, которые архитектор вводил, да, вот из этих, да. Ну, знаете, как-то наше видение, да, это все хорошо, но, как понимаете, вот есть, слава Богу, очень много примеров. В России, на Западе, во многих странах мира такого рода парков очень много. И нам хотелось бы, конечно, в столице Абхазии, чтобы такой парк был литератором. Так как, если честно говорить, не то, что там парк, у нас вообще и помещений нет. Каждым годом нас, вот обещают нас, обещают нам, и никак не решается вопрос. И это не главное сейчас. Дело в том, что все, что связано с метро-месли Чумгулем, для нас очень важно. Как и всем вам, я думаю, если не было бы абхазской литературы, национальной культуры, и, может быть, даже все было бы под вопросом. Решение было принято единогласно. Следом Сухумское городское собрание утвердили установление мемориальных досок в память заслуженных работников физической культуры и спорта Владимира Хажба и Александра Седова. На улице Акертава, на фасаде дома 28, где жил Владимир Хажба, будет установлена мемориальная доска в память о нем. А на той же улице, на доме номер 9, в памяти Седова, депутаты обсудили и другие вопросы. Оружие и наркотик изъяты в ходе рейда с сотрудниками столичной милиции. Возбуждены уголовные дела. Смотрите материал пресс-службы МВД Абхазии. В ходе проведения рейдовых мероприятий в городе Сухум сотрудниками уголовного розыска совместно с отделом ГАИ столичного управления внутренних дел был остановлен автомобиль марки Ниссан Скайлайн под управлением гражданина Скимбатор Георгия Андреевича 2000 года рождения. При личном досмотре задержанный выдал имеющийся при себе медицинский шприц с прозрачной жидкостью. Как впоследствии установлено в экспертно-криминалитическом центре МВД, содержимым шприца являлось подготовленное для инъекции наркотическое средство мифедрон. В деяниях Георгия Скимбатор органам предварительного расследования усмотрены признаки состава преступления, предусмотренного частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики. В отношении последнего возбуждено уголовное дело. Пассажирам в вышеуказанном транспортном средстве следовал борцец Османа Стамурович 2000 года рождения, у которого в ходе личного досмотра было обнаружено изъято огнестрельное оружие, снаряженное боеприпасами. Экспертами установлено, что изъятый револьвер является самодельным, типичным короткоствольным нарезным оружием калибра 5,6 мм, технически исправным и пригодным для стрельбы. Изъятые патроны аналогичного калибра также пригодны для производства выстрелов. По факту незаконного приобретения хранения ношения огнестрельного оружия в отношении Османа Борцец возбуждено уголовное дело, которое расследует отдел дознания ОВД по городу Сухом. «Участок железной дороги от Псоу до Чемчиры задействован в полном объеме», – сказал в студии «Радио Спутник» главный инженер АЖД Леонид Курова. «Около 80% поступающих по железной дороге в Абхазию грузов доставляется до Чемчирского порта. Основная нагрузка, основной поток идет именно на Чемчиру. То есть от Сухума до Чемчиры – это участок, он задействован в полном объеме», – подчеркнул он. В рамках поддержки развитию цитрусовой отрасли сельского хозяйства Абхазии проектный офис продовольственной сельскохозяйственной организации ФАООН передал в дар Институту сельского хозяйства около 30 европейских сортов привитых цитрусовых саженцев и подвоев в количестве 186 корней. Мандарин – авана-аперен, сладкий апельсин – навелат, сладкий апельсин – навелина, клементины – спиноза, лимон с фузата амальфитана и так далее. Кроме этого, проектный офис ФАООН предоставил контейнеры для посадки цитруса в грунт и укрывной материал для теплицы. Как подчеркнул агроном проектного офиса ФАООН Ливан Кулава, такие эксперименты имеют большую научную ценность для Института сельского хозяйства. В настоящее время все саженцы уже рассажены в горшки и в открытый грунт, и полностью подготовлена теплица. В группе абхазских спортсменов, участников игр «Странбрикс» присвоены спортивные звания. Звание «Мастер спорта Республики Абхазия» международного класса присвоено по боксу Герману Арджиния, по греко-римской борьбе Рамазану Рабханову, по самбо Рахману Напиджеву, по дзюдо Иналу Гаделия. Звание «Мастер спорта Республики Абхазия» присвоено по боксу Беати Аршба, по вольной борьбе Марату Кокоскере. Герман Арджиния стал победителем игр «Брикс», проходивших в Казани с 12 по 23 июня. Рамазан Рабханов серебряным призером, Рахман Напиджеву, Инал Гаделия, Беата Аршба и Марат Кокоскерея бронзовыми призерами. Сейчас о погоде. В пятницу 28 июня в Абхазии ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. Столба, ветер слабый и умеренный, температура воздуха ночью от 15 до 20, днем от 22 до 27 градусов. Температура морской воды 25 градусов, волнение морской воды умеренное, относительная влажность воздуха от 60 до 90%. На этом выпуск завершен. Следите за развитием событий вместе с нами. До новых встреч в эфире.